На одной из бизнес-конференций, где я был, выступало довольно большое количество предпринимателей и рассказывали о том, как они построили свои компании, как они пришли к успеху. И что интересно, практически каждый из них говорил о том, что какой-то первый большой успех, первые большие деньги, они пришли случайно. Все были абсолютно в этом уверены. У кого-то случайно купили программу, у кого-то случайно пришло много людей на сайт, и он стал популярным, у кого-то из офлайна стали покупать его продукты, и про них узнали, и он развил бизнес. И я задумался, что вообще все мои многие знакомые предприниматели, многие люди, кого я знаю, все они считают, что успех в жизни, успех в работе компании им пришел случайно. И я сам так считаю. Мы начали работать в 2008 году, я в это время работал системным администратором, админили мы сайты, и мои друзья в Санкт-Петербурге, они сделали сайт, где можно загрузить фотографию отца и фотографию матери, и якобы получится фотография ребенка, которая может у них быть. Про них написал большой американский сайт, и зайдя на этот американский сайт, звезда бразильских сериалов загрузила фотографию себя и фотографию своего мужа, и совершенно случайно ребенок получился точно такой же, какой был у них на самом деле. Так не должно было быть, потому что ребенок просто, ну, смешиваются лица. И она распечатала эту фотографию, и пришла на вечернее ток-шоу в Бразилии в понедельник, и решила рассказать про этот сайт. И совершенно случайно пойдет разрешила рассказать про этот сайт. И она рассказала на этом вечернем ток-шоу, и за один вечер на сайт пришло 3 миллиона человек, сайт чуть не упал, друзья позвонили мне, попросили, спросили, можем ли мы помочь. Я двое суток не спал, мы поддерживали этот сайт, потом оказалось, что поддерживать надо еще один сайт, потом еще один сайт, потом еще один сайт. И дальше друзья стали рассказывать друзьям, и так случайно получилось так, что мы в итоге сделали компанию, стали расти, развиваться. Саппортили мы в то время в основном стартапы, мне казалось, что стартапы, ну это нормальная тема, кому нужны системные администраторы, кому никак нельзя падать. Я не думал, например, про интернет-магазины. Однажды случайно я решил прочитать какие-то книжки по нейропсихологии, прочитав их, я написал по Фейсбуке, мы были случайно косвенно знакомы с Сергеем Рыжиковым, он перешел в комментарии, мы стали общаться, он сказал, что когда будешь в Калининграде, приезжай, поговорим про это. В это время в Калининграде случайно была SEO-конференция, где в принципе мы могли бы поискать клиентов, мы поехали на эту конференцию, поговорили и узнали, что в принципе есть довольно большой рынок для системного администрирования в e-commerce и в интернет-магазинах. И совершенно случайно мы решили это начать администрировать, и совершенно случайно теперь получается так, что у нас из наших почти что 250 клиентов, половина это российский e-commerce. И совершенно случайно потом к нам стали приходить другие клиенты, другие клиенты, другие клиенты. В итоге, наверное, одна из самых классных историй, которая у нас случилась, тоже случайная, к нам пришли госослуги из Санкт-Петербурга. Два года подряд электронную запись в школы ввели в одно время, в один день, 20 января, в один час. В Санкт-Петербурге в школу записывается 40 тысяч детей каждый год. Соответственно, каждый родитель, мама, папа, и бабушка, и дедушка могут сделать по одной попытке записи в ребенка в школу. И 40 тысяч, ну на два, на три человека, это получается 120 тысяч человек, которые в один день, в один час приходили на сайт госослуг. Естественно, все падало, это должно было быть в порядке живой очереди, поэтому все старались сделать это быстрее. В первый год были какие-то жуткие штрафы и скандалы, во второй год люди пошли на улицы в МФЦ, и кто-то в МФЦ ввел окна. Когда к нам пришли, попросили сделать услугу аудита, услугу настройки, мы работали вместе с ними, и вот в прошлом году, 20 января, НТВ перед временем записи в первый класс уже заранее пришло к МФЦ, чтобы заснять тот скандал, как люди снова, как снова все упадет, как люди будут бить окна, и репортаж назывался «Перестраховались». Сайт первый раз не упал, а нам дали такую классную бумажку про то, что «Благодарим вас за выполнение социально значимых задач, стоящих перед городом Санкт-Петербург». Таким образом, я все время думаю про это, ведь бразильский продюсер не представляет, сколько жизней он изменил. Компания в Петербурге развилась, им помогал парень в Тель-Авиве, который теперь сделал огромную компанию, он уже больше не айтишник, он изготовляет гитары, кастом-гитары, которые производят в Тель-Авиве и продают в Америке, и в журнале про эти гитары, про топ-100 самых ожидаемых гитар в Америке в 2016 году. Есть небольшая статейка про Fender, известные гитары, и огромная статья про гитары этого чувака, который сделал эти гитары и смог сделать, потому что продюсер в Бразилии в ток-шоу пустил звезду, у которой случайно получился ребенок такой же, какой есть на самом деле. И я подумал, что вообще в принципе все случайности происходят не только в бизнесе, они вообще вокруг меня постоянно происходят. Однажды, несколько лет назад, я должен был полететь в Челябинск на конференцию, но в тот день, когда я должен был полететь, я полететь не смог, потому что на Челябинск случайно упал метеорит. И я решил остаться в Москве на один день, погулять, спустившись в подземный переход. Я совершенно случайно встретил друга своего детства, которого не видел 15 лет, причем узнал меня он. Мы поздоровались, познакомились, обменялись контактами, и мы снова вместе с ним общаемся, встречаемся, снова подружились. На следующий день я прилетел в Челябинск. А в Челябинск прилетел наш клиент из Самары, и совершенно случайно он был там. И совершенно случайно он рассказал, как он хочет продать свой второй бизнес, оффлайновый бизнес, некой большой компании. И он пытается найти человека в этой компании, директора в этой компании, и у него пока никак не выходит найти этого человека. И он пробует одних людей найти, других, там были какие-то смешные истории, как он их ищет. И, ну, окей, я с ним пообщался, вернулся назад в Москву, и я жил в квартире у друзей. Я рассказываю эти смешные истории моим друзьям, и я, естественно, не запомнил фамилию этого человека, кого он ищет. И мой друг говорит, а фамилия-то вот такая вот. Я спрашиваю, а откуда ты знаешь? Он говорит, а это дядя мой. То есть на Челябинск падает метеорит, поэтому я лечу на день позже. Поэтому я встречаю человека, который случайно пролетел из Самары в Челябинск. Он ищет человека из совершенно не связанной с нами какой-то афлановой компании, и выясняется, что я живу у его племянника. Я человек технического склада ума, и как человек технического склада ума, я обычно стараюсь найти какое-то самое простое объяснение, как бритва оккома. И понимая вероятность каждого этого события в отдельности, я решил для себя, что самое простое объяснение того, что каждое событие невероятно мало. И самое простое объяснение того, как все эти события с невероятно малой вероятностью могут произойти, это то, что просто проведение существует. Ну, то есть есть судьба, и судьба вела меня по этому пути, и поэтому так получилось. Я рассказал об этом своим друзьям-математикам, они говорят, нет, Женя, на самом деле все очень просто. Ты совершаешь так много событий в жизни, у тебя постоянные какие-то перелеты, какие-то конференции, что-то в работе меняется, что в какие-то из событий происходит маловероятный исход. Ты просто не обращаешь внимания тогда, когда у тебя что-то не получилось, не обращаешь внимания на исход тогда, когда было какое-то абсолютно нормальное событие, но когда возникает этот странный случай случай, ты обращаешь на это внимание и понимаешь, что вот неужели это произошло. И я для себя из этой штуки понял одну прикольную вещь. Я на самом деле считаю, что я очень неуверенный и замкнутый человек, и я просто постоянно пытаюсь с собой бороться. И я очень расстраиваюсь, когда у меня что-то не получается, когда не получается сделать сделку, не получается что-то в жизни. И я вдруг понял, что теперь пытаюсь рассказать это и себе, и всем вокруг, что для того, чтобы что-то получилось, ты можешь управлять случаем. Для того, чтобы какое-то классное событие случилось, нужно просто пытаться повторять и повторять делать эти события. То есть когда у тебя что-то не получается, это не означает, что у тебя не получилось, это один раз, и ты больше ничего не должен пытаться. Нет, у тебя стал, получается, на один шаг ближе вероятность того, что у тебя что-то в итоге получится классное. Если руководствоваться этим в жизни, то можно в итоге, во-первых, не расстраиваться от того, когда у тебя что-то не получается, и просто пытаться, пытаться и пытаться сделать что-то снова, чтобы снова получилось. И в итоге чудо придет.